Юным спортсменам от депутата. 8 лет продолжается дружба депутата Законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой с активом Магнитогорской Федерации Художественной Гимнастики. Лена Рафиковна помогает организаторам соревнований в приобретении наград и призов для победителей. Ну а на очередную встречу с гимнастками депутат приехала с подарком для всех девочек. Каким, расскажет Юлия Никифорова. Встреча Лены Колесниковой с тренерами и спортсменками Магнитогорской Федерации Художественной Гимнастики состоялась прямо в зале Дворца спорта «Динамо», где занимаются воспитанницы детско-юношеской школы номер 3. Депутат вместе с председателем Федерации Фердаус Мугиновной Низамудиновой опробовала в деле свой подарок гимнасткам. Прошлась по новому тренировочному ковру. Детский спорт – это одно из приоритетных направлений в моей деятельности. С Федерацией у нас тоже очень давняя дружба и сотрудничество. И сегодня у нас, можно сказать, очень большой праздник, потому что вот такой чудесный ковер сегодня девочки получили в подарок, новый. Ни для кого не секрет, что тот предыдущий, он был куплен еще в советское время. И вот много-много лет служил верой и правдой. И на нем, прямо буквально, мы в переносном смысле, выросло не одно поколение наших девочек-спортсменок. И вот сегодня мы обновили зал. Размеры нового ковра точь-в-точь соответствуют общепринятым стандартам. Это очень важно, потому что гимнастки должны быть готовы к выступлениям на соревнованиях любого уровня. Ковер очень и очень высокого качества и пригоден для занятий. Размеры ковра 13 на 13, в которых гимнастки должны полностью уместить свои упражнения. Мы очень благодарны Лене Рафиковне за то, что она нас всегда поддерживает. Ну и надеемся на дальнейшее сотрудничество, чтобы она помогала нашим детям, а дети показывали более лучшие результаты. Результаты, несомненно, будут и уже есть. Художественной гимнастикой в Магнитогорске занимается около двух тысяч девочек. Среди них есть кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, члены сборной России по художественной гимнастике, перспективные, талантливые, трудолюбивые гимнастки. Были награды, были кубки, много медалей, даже награждали лучший спортсмен года, давали кубок в 2015 году. Я стараюсь прям выкладываться по полу на тренировках. Иногда, конечно, прям бывают такие моменты, когда хочется плакать, когда сильно прям устаешь. Иногда бывает не получается, но нужно стараться идти дальше. Гимнастика – действительно сложный вид спорта, требующий от девочек неимоверных усилий, жесткие требования, сложные упражнения. Но зато можно не сомневаться, что красивая гордая осанка и умение идти к намеченной цели через боль, воспитанная в гимнастическом зале, останется у девочек на всю жизнь. Кстати, Лена Колесникова сама в прошлом занималась балетом, пять лет с пятого по десятый класс художественной гимнастикой. Знает, как это сложно. Я желаю всем, всем девочкам маленьким, большим успехов, трудолюбия, потому что спорт – это все равно, прежде всего, это большой труд, дисциплина, ну и, конечно же, целеустремленность. Пусть они побеждают, пусть они преодолевают, идут к новым вершинам, ну и, конечно же, чтобы мы, магнитогорцы, все жители области, гордились их успехами. Руководство Магнитогорской Федерации художественной гимнастики подготовило благодарственное письмо своему депутату. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.